Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема урока – джазовые произведения и произведения с элементами джаза в репертуаре пианиста. Сегодня на уроке ты познакомишься с основополагающими элементами джазовой музыки и расширишь свой музыкальный кругозор. Запланированную деятельность на уроке ты видишь сейчас на экране монитора. И первое, с чего мы начнем, это гимнастика для пальцев. Вспоминайте, как мы с вами играем и делаем гимнастику. Упражнение для разогревания замерзших рук. Следующий вид упражнений – игра натуральной гармонической мелодической гаммы. При игре к гамм важно добиться равной силы звука от всех пальцев. Отточить навык можно посредством упражнения на столе. Сымитировав постановку руки на фортепиано, нужно ударять пальцами по поверхности, стремясь добиться одинакового звука. Разнообразить игру можно, используя разные ритмические рисунки. Например, можно чередовать две длинные ноты с двумя коротками. Гаммы также отрабатывают разными штрихами. К ним относятся легатто, стакканто, нон легатто. Далее вспомните, как мы с вами играем аккорды и арпеджио. Играя аккорды, погружай руку на все три пальца. Заводолжь быть мягкий, сочный, глубокий. Пальцы крепкие, цепкие, а рука мягкая, пружинная. Снимай аккорд легким отведением локтя в сторону. Рука не будет зажиматься при игре аккордов, если будешь чередовать ее с игрой краев аккорда мягким покачиванием руки. Играя длинное арпеджио, не вращай локти. Старайся плавно переносить руку на новую позицию. Пальцы ставь ближе и черные клавиши. Движение руки будет более ровно, а звук ровный. Предлагаю технический прием – игра с приостановками. Следующее задание – ритмические рисунки на синкопирование. Поставь видео на паузу и постарайся выполнить все задания. Триольный пунктир наиболее распространен, так как более половины джазовых произведений имеют метрическую триольную структуру, то есть метрическую триольную пульсацию. А ритмическая секция играет именно триольную сетку. Ритмическая интерпретация простых восьмых при помощи восьмых триолей – это пример мягкой свинговой пульсации. Например, написано так. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Слабая доля на сильную или относительно сильную. То есть происходит перемещение акцента с сильной долей на слабую долю. Допустим, написано так будет по классической манере. А исполнять мы будем так. Так. Пример мягкой свинговой пульсации. Итак, поехали. Теперь давайте приступим ко второму упражнению. Оно для левой руки. Тональность до мажор. Аппликатура также над нотами. Выполнять ее будем в неизменном виде. Играем также без педали. Здесь мелодическое движение в левой руке, а гармоническое в правой. По поводу ритмического оформления здесь интерпретировать лучше, наверное, как в третьем варианте. Мне кажется, здесь ровные восьмые с обратной артикуляцией. Со слабой или относительно слабой долей на сильную или относительно сильную. То есть происходит перемещение акцента с сильной долей на слабую долю. Итак, поехали. Вспомните, когда и в какой стране возник джаз? В его истоке. Верно. Джаз – это вид искусства, возникший в конце 19-го, начале 20-го века в Новом Орлеане, в среде афроамериканцев, потомков африканских врагов. Слово «джаз» в переводе с разговорного английского означает «энергичный», «грубый», «беспорядочный». Основные черты джаза – наличие в ритмике регулярной пульсации бита и отклонение от этой пульсации свинга, раскачки. Джаз – искусство, основанное на импровизации. Импровизировать значит «сочинять» сразу во время музицирования. Слово «импровизация» переводится как «внезапный», «неожиданный». Назовите музыкантовы их произведения, которых вы узнали на прошлом уроке. Луфи Армстронг – американский джазовик трубач, вокалист, руководитель ансамбля. Он оказал наибольшее влияние на развитие джаза и отнес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Послушайте внимательно произведения этого композитора и исполнителя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, поставьте видео на паузу и постарайтесь выполнить письменную работу. Выполняя второе задание, определите джазовое произведение среди исполненных произведений. Каждый ответ об основе тем. Итак, звучит песня «Добрая сказка» Александры Пахмутовой. Добрая сказка Казахская народная песня «Элегай» Переложение для фортепиано и скрипки. Мордасов настроение. Казахская народная песня «Элегай» Иоганн Себастьян Бах Минуэт из сюиты соль минор Музыка 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 Следующий пункт плана урока – сочинение и импровизация. Но прежде давайте вспомним, что такое блюз. В переводе с английского это «уныние хандра». Жанр американской традиционной музыки, имеющий яркие характерные особенности, зародился в конце XIX века в афроамериканском сообществе Юго-Востока США, поэзия блюза, его гармония, мелодика, ритм – все отражало эмоционально-психологическое состояние человека, возникающее у него от сильных душевных переживаний. Вот как мы видим на таблице нота до, ми, соль, ля, си, бомоль и в обратном направлении. Си, бомоль, ля, соль, ми, до. То есть этот рисунок повторяется два раза. И обратно ми, бомоль, ре, до, ля, фа. Все. И на пятой ступени у нас соль. Теперь посмотрим на бас. Бас вот такой у нас. Вот так выглядит он от нотки до, от нотки фа. Вот. Рисунок, в принципе, понятен и логичен. Вот. Одно и то же повторяется. Вот. Также потом у нас соль, фа и опять до. Также характерной особенностью блюза является то, что есть пониженные ноты. Обычно это пятая ступень, седьмая ступень, третья ступень. Их называют еще блюзовые ноты. Я предлагаю тебе послушать песню. В лесу родилась елочка в джазовой обработке. В лесу родилась елочка в джазовой обработке. Можно пройти по ссылке и послушать полностью эту джазовую обработку. Но в дно твоей главной ступенье. Создать свою импровизацию в жанре блюза джаза. На тему детской песни Владимира Шеинского «В траве сидит кузнечик», применив всех полученных названий. На этом наш круг подходит к концу. Классическая музыка и музыкальное сочинение башнее, чем его исполнение. А в джазе, ну, так и сказал Паттер. Домашнее задание – доучить произведение Луи Кракустронга «Голдену Монсес». Подумай и ответь на вопросы. До свидания. До следующего урока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!